приветище это going mid evil и мы продолжаем выживать в сыровых зимних условиях нашим горемыкой в прошлой серии мы хотя бы успели отстроить дом к зиме и это уже радует о у нас мя ты куда сырое мясо жжешь тебя в доме кострич есть и и зажарь его пожри нормально по-человечески ох горе 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 ты моя лукова а чё-то кстати прикинь мы не можем сейчас готовить потому что у нас не хватает каких-то кулинарных ингредиентов я чё блин в ресторан что пришел мне просто мясо пожарить надо на костре какие кулинарные ингредиенты что это за ингредиенты такие я вообще не знаю а горемыка в это время есть сырое мясо может это мясо заберешь вот красавчик забрал подтащил его сюда все она на складе может теперь я смогу приготовить нет недостаточно ресурс тогда пойди собери вот эту траву берем их давай мы этой травой мясное блюдо потом посыпем блин он траву закосал как может траву закосать ну в смысле он ее не смог добыть просто выдерни да и все это же вверх рукожопство нам нужен столик табурет из дерева средний стол маленький стол он сюда в принципе должен влезть вот возле окошечка его поставим и тут же табуреточку воткнуть вот так вот две табуреточки стена с факелом значит вот над столом пожалуйста вам сделайте и над кроваткой вот тут вот давай горемыка делай столик себе табуреточки факелы постройка не удалась нема табуретку не смог построить вроде 6 уровень все равно какие-то проблемы возникает одна табуретка готова и столик я думаю тоже у нас будет готов отлично теперь факелы по как светло стало вообще хорошо вот эту табуретку тоже достроишь и здесь тоже факел отлично теперь у нас светло ну-ка как с улицы выглядит все это а можешь как-то открыть вот это кошечка открываем окошко откроешь нет открыл окно отлично хоть где-то у нас будет свет и здесь тоже надо открыть окно открыто он чё там сел покушать ну точно смотри как цивилизованный человек вот окошечко он открыл красавчик предлагаю короче убрать зону склада том весь дом в склад превращается надо как-то это убрать уменьшить зону отлично значит вот это вот все я уменьшаю вот это вот тоже тут уменьшаем у прохода а тут добавляем есть еще свалка свалка у нас будет где мы ее сделаем но давай возле дома пускай вот тут будет у нас свалка и военный склад еще можем сделать но военный склад его сделано здесь вот все тут будет хранится оружие вроде бы все распределили сейчас гримыка тут все сделает по красоте все разложит как надо теперь нам нужно сделать какую-нибудь штуку для досуга чтобы нашему гримыки было не скучно например тут пишут что для досуга нужна какая-нибудь религиозная штука либо бар или игры какие-нибудь но у нас не с кем играть в игры поэтому нужен религиозный стол давай короче стол для нарт сделаем пусть он один в нарты порубает на улочке вот здесь вот столик для нарт сейчас мы его отправляем рубить деревья вот эти вот все let's go столик для нарт почти готов совсем чуть-чуть осталось о погоди он еще оказывается табуретку не доделал пока вот конечно же нужно надеюсь он сможет поиграть в нарты сам с собой о гляди играет отлично шахматы же играют сами собой чтобы в нарты не поиграть так значит у него должно число настроение расти о есть такое дело очень хорошо дрожит нужно одежду ему шить в неприглядной одежде но это мы понимаем мучиться без выпивки нужен бар ему какой-то у нас тут есть какой-нибудь бар я не знаю стол для разделки туши костер стол для базовых исследований о базовые исследования нам нужны обязательно может мы и бар как раз изучим давай вот этот стол будем делать блин прикольно ночью дом так светится уютненько деревенский домик в лесу кстати вот смотри у нас тут есть еще глина о гримы коридж ботаника навык достигнут уровня 5 тут есть вот глина олени 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 надо поохотиться пока не тут бегают давай-ка пойдем по охотимся гримы ка вперед беги за оленями охотиться блин ну как в него не попасть он такой большой прям перед тобой вот бегает ты чё спать пошел а как же олени прям здесь а он хавать пошел понятно ну и поспать конечно все у нас пятый день за пять дней отстроили дом дофига чего нарды появились обучение экипировка о оснастите ваших поселенцев доспехами одежды и оружием используйте сооружение вроде зубцов чтобы получить преимущество на поле боя и убери своих лучников от вражеских снарядов то есть тут еще и кто-то будет нападать но в принципе что логично вон смотри воюют размещайте лучников на высоких точках чтобы они стреляли дальше и точнее также это повысит вероятность критического удара продумывайте стратегию и расставляйте ловушки вокруг поселения чтобы ослабить врагов окай это обучение здесь не просто так есть вероятно что к нам скоро кто-то заглянет как говорится кто с мечом к нам придет тот отсюда не уйдет потому что помрет взял лук похомячит и вот олени прям два ходят давай вперед за ними гримыка летчгоу промах промах тут походу как с кроликом о кстати он попал по нему кровушка там была в упор подошел давай лупи его лупи мимо ну как можно промахнуться в упор куда-то побежал олени прям перед тобой бегут пожрать конечно же надо пожрать слушать если ты так будешь бегать у тебя пожрать вообще не останется тебе надо доохотиться так гримыка что-то там негодуют жители страдают от холода ну что поделать вот сейчас оленя достанешь точнее убьешь и я смогу шить тебе а наконец-то я смогу шить тебе наверное одежду но это не точно шить-то ты будешь поэтому все зависит от тебя если сошьешь то будет тебе одежда не сошьешь что не будет тебе одежда олени положил сюда а почему ты его надо же его разделать подожди давай мясо добывай стол для исследования есть у нас мясо сюда притащил сейчас будет разделывать стол для исследований давай посмотрим очередь производства нужно изучить чего-нибудь так что гримыка вперед из песни чё у тебя там по настроению вроде бы ну пойдет ладно стерпится жители страдают от холода да я понимаю но что поделать о новый поселенец нифига себе утерянная собственность хотя на первый взгляд мариун казалось душевно больной на самом деле она просто была охвачена ужасом жалкое спотыкающиеся тело с рубцами атаков и побоев жесткого хозяина мариун взмолилась спрячьте меня я умру если меня поймают я могу выбрать два варианта поселенцы захлопнули дверь прямо перед носом у гости мариун останется снаружи и вот тут что написано у некоторых поселенцев может появиться модификатор плохого настроения понятно жители поселения о торп решает помочь ей и что это мне даст вашему поселению присоединится новый поселенец у которого вот такие вот навыки она интеллектуал ботаник и строительство также у нее есть особенность силы и что-то там еще возможно на вас нападут через пару дней лесной разбойник один придет к нам да пофиг нас тобой двое поэтому жители поселения о торп решает помочь и теперь вот она у нас есть жена ну наверное если конечно нам понравится отлично теперь нас двое а отпор мы дадим я думаю не страшно повоюем теперь будет с кем в нарды играть вот это веселуха здорово единственное ей нужно сделать кровать тогда получается ну хорошо она кстати кровоточит вот две капельки крови у нее тут показано давай по настроению посмотрим что хочу есть максимум сил давай-ка сделаем и тут еще одну кроватку давай вот эту кровать делаем я думаю ребята потом сами разберутся чего убрать чего оставить ухты смотри тут олень то разделали оказывается смотри сколько мяса шерсти кости там еще что-то валяется давай марион убирает это все и сразу же садится жрать а как тебя переименовать а можно марион можно переименовать мария будут тебя звать лично пускай кушает марион пошла делать себе кровать наверное а я марион мария а нет она спит на гаремыковской а я я вот же тебе кровать тут готовилась ну ладно пускай дрыхнет после побега она же все-таки у нас рабыня была гаремыка и тут изучает какие-то письмена на улице замерзнуть так можно о лег спать прям тут замерзнешь же так эх это очень плохо что он заснул в такой мороз на улице смотри-ка враги близко через один день 10 часов они придут мария оторс кто-то из ваших поселенцев ранен чтобы залечить их рано обеспечьте им отдых если они без сознания отправьте за ними другого поселенца чтобы он отвел их кровать в принципе тут все понятно она сейчас восстановится у нее уже почти все силы восстановились гаремыка поел и снова лег спать о проснулась красавица четко почему вы за столом не идите я вот понять вот это не могу чё он там делать лечит ее что ли а действительно раны залечены а теперь он делает себе кроватку о наконец-то проснулась наш мария она у нас между прочим работяга и опять спать ну круто у нее тут смотри какие способности работяга но что-то я этого вообще не вижу она постоянно дрыгнет и здоровячка то есть это такая мощная тетечка у нас о проснулась пошла работать ну наконец-то все ты выздоровела поскольку мария у нас по моему кулинар она отличный кулинар где у нее способности и ботаника а нет кулинарии она не обладает но это же девушка давай попробуем что-нибудь готовить может получится о кулинарные ингредиенты вроде можно прикинь что-то можно приготовить мария ты сможешь это сделать она закидывает смотри туда что-то враги близко на складе осталось мало продовольствия наращивайте оборону давай посмотрим что мы можем сделать из обороны зубец из дерева и ловушка с кольями ладно давай зубцы сделаем вот таким вот образом выстроим здесь защиту а здесь вот ловушку поставим и здесь опять вот эти вот коли все забор готов осталось его только построить ребят ну вы как бы не дрейфите давайте вот он на разруб вот это вот все и делайте защиту через 18 часов на нас будут нападать у нас захотят мария отобрать как бы наверное вдвоем то теперь все попроще будет строить один дерево рубит другой строит так мария ну вот что ты занялась знаниями на нас скоро нападут через 13 часов а вы дрыхнуть пошла понятно 23 часа ночи пора бы всем поспать уже на самом-то деле ну вот они 12 часов сейчас проспят наверное ну часов шесть и не успели мы доделать забор их надо будет машке потом взять копье чтобы ее как-то вооружить и отбиться от противника так машка проснулась что-то машка ты чё там делаешь а кушаешь возьми-ка еще пожалуй вставал вот этот вот предмет экипировать он тебе пригодится я уверен ребята все проснулись грима к решил до изучать чего-то там что-то изучил и все теперь нужно строить ребят строить нужно срочно волки там бегают рядышком мария дай-ка займешься ты готовкой пожалуйста сготовь нам чё-нибудь покушать там по возможности в миску притащил отлично ребят а вот они почему не строят то блин вот я тупанул видите рубите деревья и стройте быстрее заборчики так мария тут нам приготовил парочку кусочков мяса это очень хорошо а вот это что такое это что пепел на наш убирать его чего его в доме оставили у нас два часа но я думаю что мы нифига не успеем капец мы пропалились по полной мы могли бы построить весь этот забор до прихода противника но мы обосрались скоро враги близко ну ладно может быть мы успеем все-таки достроиться набег жестокие вымогатели утерянная собственность гикарь сказал мягким но угрожающим тоном мария принадлежит мне отдайте моего раба или вы все пострадаете он был совершенно серьезен и так я могу ему сказать непокорные жители поселения оторп отказываются выполнить требования неприятелей а либо от роб сдает человеку по имени мария ее преследователям но зато если они повоюют мои поселенцы получат модификатор хорошего настроения за помощь нуждающимся ладно оставляем ее у себя в поселении вы продолжили стоять на своем и отказались выполнять их требования все жители поселения оторп берутся за оружие готовясь к сражению лет гол так 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 обучение вербовка поселенцев зачем мне это чтобы контролировать поселенцев напрямую завербуйте их для этого выберите поселенцы нажмите на панели выбора на вербовку окей завербованный поселенец будет ходить туда куда вы скажете и атаковать того кого прикажете а ну круто 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 о смотри бандиты бандиты идут вода они в доспехах с мечами с дубинкой мощные чуваки блин но пока они дойдут они вроде бы пешочком идут давай посмотрим пешочком они идут или бегут вроде идут пешочком время у нас есть пока отстроиться у меня ребята бегают я их еще могу завербовать вот завербовать это я сделал уже под самый край когда к нам придут ускорить на максимум я не могу игры недоступного время набега понятно мария поднимает навык чего строительство до девятого уровня это очень хорошо так 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 ребята дети ричард и эдгард они в обход пошли чё это он там делает он что-то подошел схватил и и все и они уже ринулись побыстрее куда-то идти давайте ребята давайте нужно успеть хотя бы чуть-чуть чуть-чуть застроиться так не вижу гений уже рядышком но воевать мы будем у нас дома это сто процентов блин древесины не хватило короче и все и тут вот эти чувачки уже бегут он один бежит так ребята я вас вербую идите сюда как ими управлять того ведите сюда у гаремыка лук у нее копье все огонь будем сейчас воевать идите в бейте вот этого чудака битва идет так надо помедленнее скорость сделать мария нападает лупит его нужен 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 давай с лука лупи так мария беги беги не стой на месте есть готов один победа нифига си я просто одного завалил и победил сразу зима 1353 года осажденные поселенцы подверглись нападению это испытание длилось 3 часа 49 минут к счастью все поселенцы пережили набег заклятые враги не ушли безнаказанными одного из них удалось одолеть в ходе битвы больше всех ударов по противнику удалось нанести поселенцу по имени мария уотерс храбрее в поселении никого не сыскать удача была на стороне поселенцев вражеское оружие не задело ни одного из них о вот это да круто чё все этот убегает теперь да ну да он засал и убегает а кто это в итоге выжил то эдгард он убегает и скорее всего он придет сюда с огромной армии потом все он свалил но я-то уже подготовлен у меня будет забор возможно они кстати могут прикатить еще и вот такие вот военные всякие штуки и могут разбомбить меня но я надеюсь что к тому времени у меня будет хорошая защита 7 дней ровно неделю мы тут живем у нас новая поселенка у нас уже отстроен забор почти весь но половина есть дом в котором уютненько жить на кровать правда не очень нравится моим поселенцам надо что-то новое придумать изучить вот на этом столике но я думаю что это уже будет следующей серии а на сегодня это все если тебе понравилось то не забудь поставить лайк под этим видосом и подписаться если ты еще не подписан а я с с тобой прощаюсь пока увидимся в следующем ролике